Умерло 79 человек, где коронавирус был основной причиной смерти. Новый случай за последние сутки 95. В стационарах находится у нас 2656 человек, в том числе 2585 взрослых, 71 ребенок. 2363 пациента – это внебольничная пневмония, реанимация 124 человека, на ИВЛ – 26. Основная причина роста числа заболевших COVID-19 в регионе – безответственное отношение волгоградцев к мирам безопасности, в том числе к соблюдению режима самоизоляции после отпуска или командировки. Это люди, которые вернулись из других регионов, с отдыха, с командировок, откуда угодно. Значит, здесь на работодателя лежит ответственность, и на работники, соответственно, уведомить о том, откуда он приехал, и попасть под 14-дневное наблюдение. Если пациент не имеет симптомов, а я хочу сказать, что это не только неболеющий и незараженный, это может быть период уже активного вирусоносительства и угрозы заражения окружающих, если даже у пациента этих симптомов нет. При первых симптомах заболевания впадать в панику не стоит. Очень важно обратиться к врачу вовремя. Как правило, при заболевании легкой и средней степени тяжести лечение пациента проходит дома. В случае необходимости специалисты назначат дополнительные исследования, в том числе и КТ. На КТ исследования направляются пациенты строго по показаниям. Как определяются эти показания? Это либо группы риска и подтвержденный ковид, либо похожие на ковид в течение заболевания. Или это степень тяжести заболевания без сопутствующих, которые сопровождаются снижением сатурации, это кислородное насыщение крови, проявлением аускультативных признаков пневмонии, высокой лихорадкой и безответностью к лечению. Еще одной важной темой брифинга стала тема вакцинации. Известно, что производство вакцины в нашей стране уже стартовало. Когда начнется массовая прививочная кампания, пока неизвестно, но ясно одно. Первыми вакцину получат россияне из группы риска, медицинские работники, учителя и люди старше 65.